Незаменимых Мы понимаем, что всегда есть сотрудники, которых действительно сложно заменить Все хотят себе найти самые лучшие кадры, которые работают так, как не работает никто Сегодня здесь, к сожалению, на этой сцене не все, кого мы бы планировали вообще посадить Потому что на самом деле участники вот этой панельной дискуссии – это все те, которые в этом зале Почему уходят лучшие кадры и как их можно удержать и нужно ли их вообще удерживать? Я представлю вам тех, кто сейчас на сцене Вы наверняка, в общем-то, и помните, многие из них спикеры Это Владимир Янукевич, Интэкспресс Это Анастасия Роунда, наша Нива Мы, в общем, только что ее слышали Юлия Слуцкая, основательница Брисклупа В общем, также медиаэксперт, медиааналитик Меня зовут Алла Шарко Дальше наш также спикер сегодняшний Михаил Кумок МВ Холдинг Украина Светлана Горда, медиа Фаесье Это человек, который не выступал, но на самом деле очень замечательный опыт по теме Сергей Сахаров, Ситидок И Олесь Мальцевич из региональной газеты Ну, на самом деле, засилье белорусов, потому что я модерирую эту дискуссию Поэтому я точно знаю, у кого где что болит И сейчас буду топтаться по этим точкам Спасибо, что согласились Некоторые соглашались долго, но всем спасибо Итак, мы начнем На самом деле, я недавно прочитала статью украинского, к слову, коллеги От Арда Вженко Есть такой прекрасный портал, медиа-лаб И там замечательные, просто совершенно разные статьи И у него как раз одна из последних посвящена тому, почему уходят Да, то есть почему уходят Уходят по разным причинам Я думаю, что можно сейчас огласить это И к этому больше не возвращаться во время этой панельной дискуссии Так, жизненные обстоятельства Деньги, которых мало и кто-то дает много Условия, которые предлагают лучшие Просто неинтересная работа Нет развития карьерных перспектив Атмосфера в редакции не устраивает И прекрасный последний пункт Возможно, какие-то трактовки мы сегодня услышим Это тяга к чему-то такому прекрасному, новому То, что нельзя объяснить То есть обычно это молодежь вот куда-то тянет По зову души, сердца Вот что-то хочется сменить И на самом деле Вот я не знаю, насколько соответствует эта действительность Мы сегодня хотели бы, чтобы вот наши коллеги Из разных стран рассказали также о своем опыте На эту тему Вот Атар Довженко пишет, что редакции С моего опыта полностью обновляются каждые три года Максимум пять лет Сегодня в этих условиях Понятно, что все редакции, конечно, нет Есть редакции, которые, в общем, от и до пенсии Да, лелеют и берегут своих сотрудников И находят им все новое применение Итак, почему ищут люди новую работу? Да, вот сегодня мы видим здесь много медиа-менеджеров Которые работают с кадрами И хотелось бы все-таки Я буду передавать микрофон По очереди Какой был у вас опыт? Сейчас открывается клуб психоаналитики Мы знаем, что многие из вас выращивают кадры Кадры куда-то уходят Что вы в этом случае делаете? Переманиваете чужие кадры Готовите какую-то следующую обойму Как это делается? И мы попробуем нащупать в итоге Какой-то хотя бы, не знаю, схему, алгоритм Как вообще это работает в этом поле? Будем изучать Владимир, начните Я могу наоборот У вас, ну, нет, давайте А давайте насчет долга Ну, три минуты максимум Самые... Если так говорить импульсно То для меня, в принципе, ситуация понятна и предсказуема Сегодня, собственно говоря, есть три основные тенденции на рынке труда Которые определяют, собственно говоря, как работать Нам нужно работать с кадрами и что делать Для меня понятно, что сегодня очень усилилась конкуренция на рынке труда Значит, очень много фирм, предприятий, которые предлагают нормальные условия труда Возможности для развития Поэтому это одна из тенденций, которую нужно учитывать в работе с кадрами Потом, для меня очень понятно, что сегодня повысилась мобильность Мобильность трудовых ресурсов Сегодня куча фрилансов, которые, собственно говоря, они спокойно работают и удаленно Развитие интернета, новых технологий позволило, собственно говоря, вот эту мобильность еще больше поднять На еще более высокий уровень Поэтому это тоже одна из тенденций развития рынка труда Которая позволяет людям легко менять работу, легко находить те условия, которые есть И вот третья тенденция для меня была, например, самая близкая и показательная Что сегодня изменились условия Если раньше там наниматель мог спокойно себя чувствовать Поскольку рынок труда предполагал И на нем присутствовало довольно приличное количество кадров Из которых можно было бы что-то лепить То сегодня стало все сложнее и сложнее находить даже эти кадры Сегодня мы должны, понимаете Вот самая главная для меня сейчас большая задача Это нужно, чтобы кадры сегодня были заинтересованы в развитии и успеха предприятий То есть вовлеченность Вот для меня, на первой взгляде, последняя тенденция, которая для меня самая важная стала в последнее время Это вовлеченность Вовлеченность людей в развитии предприятий И заинтересованность в успехе предприятий Я технарий, у меня все было по схемам тоже, я выстраивал всю свою жизнь И для меня понятно, что любая работа, известная из физики, делалась энергией какой-то И для меня всегда было понятно, какая энергия движет работой, работой человека. Что это движет? И я понял, что это смыслы. Смыслы движут. Для одного человека смысл – это работа. Это работа. И у него ключевое слово – деньги. В этой цепочке для меня, в логике преследования. Он нацелен на зарабатывание денег. Нормальный смысл. Да, нормальный смысл работы человека. У другого человека смысл – карьера. И здесь ключевое слово для него – развитие. Я ему должен в своей компании предоставить возможность для развития, повышения своего профессионального уровня, чтобы он спокойно мог выстраивать эту карьеру, если такая возможность есть. Но карьеру здесь можно выстраивать не горизонтально, а можно и вертикально. Вот сегодня мы, в частности, в нашем предприятии думаем на вертикальные карьеры. Чтобы человек мог развиваться и получать те же компетенции, как и руководители, но при этом он не желает садиться в кресло руководителя. Горизонтально, вертикально. Горизонтально – это карьера, а горизонтально – это я имею в виду. И, наконец, третий смысл для меня очень важный, если он есть, – это кайф. Это кайф у человека от работы. И здесь на этот кайф, ну, такое слово не может быть, не знаю, но для меня вот это интересное, и для меня самое важное, и вот этот кайф формирует корпоративная культура. Там лайфхаки, которые я там использовал, когда в свое время я еще пытался силой вводить эту корпоративную культуру, она не работает, потому что тогда силовой метод не получаешь. Да, вот. И получается, что тогда получалось у нас, что как только ты насильно пытаешься формировать эту корпоративную культуру у себя, вот в этом третьем движении, то это насилие переходит в эту корпоративную культуру. Да, вот у меня. И тогда сразу вот возникает куча проблем, сразу же возникает, она вот с людьми возникает куча проблем. Она должна формироваться самостоятельно. Ее нельзя подвинуть, ее нельзя подтолкнуть. Ее можно создать условия только для развития в предприятии этой корпоративной культуры. Это понимаем мы сгадание. Моя беда, что я это начал поздно понимать, некоторые моменты вот в этом деле, и ставить их выводить в основу деятельности. Но для меня сегодня это основа. Вот. Как это воплощать? Есть там куча моментов, которые мы сегодня делаем даже у нас в предприятии. Пытаемся это делать. Да. Я холерик по натуре. С одной сложно работать. Вот. Но я люблю умных людей. С ними сложно работать, но с ними можно учиться и развиваться легко. Вот с этими умными людьми. Поэтому я, если вижу умного человека, я стараюсь его взять на работу. Работу мы ему найдем. Придумаем, чем он должен заниматься. То есть у вас такой японский подход? Ну да, наверное, скорее. Скорее вот можно так характеризовать это дело. Лайфа, к которому я пришел к выводу, что люди приходят работать в предприятии, а уходят от людей. Понимаете? То есть они уходят от людей. Вот. Уходят от линейных руководителей. Очень много зависит от линейных руководителей. Как они создают кайф? Когда человек хочет сидеть там бесконечно на работе и не бежит домой, что там пропикало полшестого и пора уже, рабочий день закончился. Вот линейные руководители создают этот кайф. Сегодня мы информируем такую команду. Вот. Понятно, что мы ее развиваем, обучаем. Ну, все начинается с отбора кадров. Вот по большому счету, если ты правильно подобрал кадр и отобрал его по ценностям, а что важно, отбирать себе в компанию по ценностям людей, сформировать свою систему ценностей и по ним отбирать. Вот для меня ценности превыше даже некоторых профессиональных сегодня способностей человека. Когда он приходит на работу, я сначала смотрю его ценности, оцениваю ценности, которые им движут этим человеком. И тогда я понимаю, что профессионально мы его подтянем. Профессионально мы его из него сможем что-то сделать и слепить. А по ценностям, которые разделяют ценности нашего предприятия, это нормально. Вот. Значит, что я еще хотел сказать? Хотел сказать то, что, значит, когда ты подобрал человека по ценностям, его легко обучать и развивать. Потому что твои ценности совпадают с ним. Он совпадает, вливается где-то в какую-то корпоративную культуру. И тогда начинается такой процесс длительный истановления. Вот этот процесс длительный истановления, хорошо, если он хорошо формализован и прописан у кого-то. У нас иногда зачастую, нашим предприятиям происходит не так, как хотелось бы, конечно. Но, тем не менее, такая преимущественно создается. У нас есть группа редакторов, которые уже там работают энное количество лет, которые там прошли огонь ведные трубы. Оригинальные издания, они подскажут, коллеги будут подтверждать, что они просто, ну просто вот их жизнь так заставила жить в таких условиях, и нужно постоянно находиться в процессе обучения. В процессе обучения и подготовки новых кадров. Особенно это касается вот такого, ну так, плохое слово, не буду слово говорить. Скажите. Здесь разные слова звучать. Нет, не такого расстрельного материала, который вот журналисты, да, вот они, выгорающего материала, быстро выгорающего материала. Вот их нужно постоянно обучать, постоянно набирать, постоянно что-то с ними делать, потому что они очень быстро выгорают в нашей работе, особенно в наших белорусских условиях Но это уже другая проблема Владимир, вот правильно, вы сейчас сказали что с одной стороны вот процесс становления вот он ценности, вот вы его научили он такой вот ваш а потом бац, он уходит Я воспринимаю его с учливой дороги Он уходит довольно Сегодня снова побеждают два наших воспитанника Руслан Горбачев и Артем тоже, Горбачевич Это два наших человека, которые вышли, они побеждают сегодня в конкурсах БАЖа Они выросли из нашего, и я рад за них Артем всегда заходит к нам, бывает барановичек придет, передает все, расскажет поговорим, пообщаемся, посидим с ним вот в этом плане Мы готовим хорошие кадры Растут, молодцы ребята, растут Если я ему действительно не могу предоставить возможности для работы и для создания чего-то Но для этого у нас есть постоянный процесс обучения Мы постоянно зонтируем все кадры, которые есть Приглашаем всех себя попробовать в журналистике Журналистские школки хорошо себя зарекомендовали Мы там из группы в 10-12 человек всегда кто-то оставался в редакции работать А как вы не выгораете? Постоянно организовывая этот процесс обучения бесконечный? Нет, выгорают редактора, потому что на их плечи ложится во многом обучение Я в какой-то степени мотор, который определяет, что должно происходить в редакции А на их плечи ложится обучение, подтягивание и работа В этом помогает серьезное планирование Для меня планирование как системотехника в какой-то мере очень важно по жизни И если редактора хорошо научились планировать свою деятельность Они хорошо работают и с кадрами Они хорошо работают, планируют как стадию роста своего журналиста Я, например, провожу каждый год собеседование со всеми работниками Ну, с журналистами Вот с высшим звеном я общаюсь Вообще почти там каждый день Вот с редакторами со всеми А с журналистами я каждый раз в год провожу собеседование И определяюсь над чем, куда они идут Что им нужно по жизни Чего они хотят достигнуть за следующий год Какое развитие они хотят получить Я определяю, чему их надо научить И тогда я формирую этот план развития этого человека Ну, для себя формирую этот план развития человека Как руководителя Я должен понимать, чего хочет журналист в моей редакции И под это строю, выстраиваю всю свою деятельность Вот А вы вопрос про школу Как часто вообще? Школка у нас работала три раза Три раза работала эта школка журналистов Мы вот сейчас, потому что журналисты выгорели Мы думали, что и в этом году набрать такое, что-то такое попробовать Но мы убедились, что, например, мы навевали шишек Мы сначала набирали школьников, там, старших Да, и думали, что вот, может, на них опираться Думали, молодежную редакцию открывать Про которой говорят, что тут делать И школьники поступают И до свидания Ну, они на свободе работают Ну, они на свободе работают, да Вот, это самое А потом школьники наши Вот, из этих школок Потом, это самое Мы начали набирать людей с высшим образованием Да, вот, ну, люди с высшим образованием Которые, ну, где-то потерялись И говорят, что мы не в ту профессию пошли Да, наверное Вот мы их приглашаем Сегодня у нас тоже, вот мы включаем Вот Бажевская школа начинает работать Мы включаем одного такого человека С высшим образованием Туда, вот, в эту школку обратно Мы вот начинаем готовить Постепенно, отбирая этих людей Постепенно, ну, используя И давать какое-то поручение Потом смотрим Нормально Начинаем его обучать Школка работала три раза Из тех людей с высшим образованием Которых набирали У нас оставалось по два По три даже человека Один раз оставалось По-моему Или два Руслан не даст оврать Он в последней школке работал Два Два человека из последней школки Осталось с высшим образованием Работали Ну, потом, вот, одна журналистка Уехала в Россию Да? Это самая Ну, вот, миграция Это была миграция наших мужчин Которые уезжают в Россию Работать И в Ленинграде Он там устроился на хорошие деньги И все А она с семьей жила здесь С ребенками Она говорит Ну, ребята, извините Надо ехать к мужу Потому что вот такая ситуация Вы все время в контакте Находите с редакцией Насколько я знаю сегодня Ну, это что касается Вот этих, значит, школьники Те, которые заблудились Школьники отпадают Школьников нужно учить Медиаграмотности Тут другой вопрос Их нужно учить Медиаграмотности Потому что наша беда Вот я считаю Моя беда личная Вот что мы до сих пор Не воспитали правильное Медиапотребление Той части населения Которая в нашем регионе живет Я считаю Это наша вот индекса беда Потому что мы такими Были давляющим средством Массовой информации В своем регионе И не воспитали хорошее Правильное медиапотребление У людей Не научили за это время За столько лет Да А вот сегодня Со школьниками Я бы поработал Вот Правильное медиапотребление Но для этого нужно Стреть два Мы пока вот не можем Я говорю У нас недостаток Средств подразвития Мы ощущаем Четко Это ясно понимаем Как я говорил Уже выступая И вот этот Недостаток средств Мы понимаем Что надо бы учить молодежь Правильное медиапотребление Потому что Это в перспективе Это хорошо для всех Вот И для страны в целом А денег под это не можем Не можем выделить Не можем найти сегодня И вот это нас душит чуть-чуть Хотя понимаем Что надо делать А Старшее поколение Нужно учить журналистики Это тех Кто заблудился в профессии Кто-то не стал Но знаете Что значит учить журналистики Сегодня они не журналисты Они сегодня Продюсеры своих материалов Вот я их сегодня Уже постепенно Начну называть продюсеры Потому что я понимаю Что они сами должны Свои материалы производить И продюсировать Свои материалы По-другому нельзя Сегодня жить Они не могут быть Простыми журналистами Они все менеджеры Они все должны становиться Менеджерами Я всех редакторов Обучил менеджерам А тут почти уже всех Вот Руслан остался На подходе один Который должен пойти В эту школу Как будет открываться Обратно очередной набор А так у нас уже все Через это дело проходят Вот И постепенно журналисты Они должны превращаться В медиа-менеджеров Уже нет чистой виды Журналистики Вот правильно говорила Настя У них там Всего здесь смесь Такая редакция И рекламного отдела И это нормально У меня там У меня тоже есть такие Один редактор Мой заместитель Тоже так Прямо так Говорит Нет Нет Не должна редакция Там с рекламой работать Нет Потом она понимает Что надо Надо Начинает какие-то там Проекты разрабатывать Какие-то там Чуть-чуть уже Уже втягивается Потихоньку В это дело И понимает Что нельзя Разорвать журналистов И рекламу То есть надо Мы в постоянном процессе Обучения И вот если структура Сформируется Вот в этом плане А она формируется Из этого Формируется из того Что мы каждую неделю Подводим итоги Каждый день вручаем Коротку конфет Кто эту неделю Лучше отработал Журналисту И говорим Ты молодец Ты принесла Наибольший вклад В развитие Сегодня Андрей Поколенко Принес там идею Поучившись в Рижской Школе экономики И мы начинаем Стимулировать За посещаемость За что-то еще Каждый видит свой вклад Мы распечатываем сегодня Каждый видит В посещаемости Каждый журналист Каждый технический работник Все видят свой вклад В посещаемость Вот ты сделал такой вклад Ну получи 5 рублей Твои 5 рублей Всего лишь доля Вот в том Что мы там заработали Ну кто-то заработал Там 200 долларов Ну ты получил 5 рублей Потому что Вот твои Ты не прописал тэки Ты за холом Плохо сделал Ты что-то это не доделал Ты там это не доделал И ты мог бы поднять Какую-то копеечку И вот этот постоянный Процесс обучения Которая идет у нас в редакции Я иногда думаю Что мы делаем Мы постоянно учимся Когда вы работаете Меня говорят Вы что-то на совещании Мы к вам приходим Ну мы стоя проводим Мы там собрались Там 5 минут 15 обсудили Работаем Но вот этот процесс Он у нас такой постоянный Сложилась такая структура Без этого Вот кайфа не будет у людей То есть мы должны давать И конечно кайф Это новый проект Какой-то новый проект Вот у нас для медиа У нас переход к медиа Мы чашли как редакция Какой-то планер Вот сидели там Газета зарабатывала Там что-то еще было И мы чашли чуть-чуть И понимали Что тиражи начинают падать Реклама падает И что делать-то Надо новый проект Который зовет И зовет всех Я считаю Что в каждой редакции Вот правильно говорит Настя Новые проекты Должны появляться Там наша Нина Или что-то еще 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 Это задача Руководителя линейного уровня И руководителя Дать новый проект Которым работать кайф Потому что новый проект Может удерживать людей Он дает им инициативу И интерес работать Вот как удержать Да-да-да Это именно новый проект Для развития Для него Но учитывая те вот Смыслы Про которые я вам говорил Под каждым Нужно подбирать смыслы Я иногда как думаю Думаю Ну ты столько еще не знаешь Потому что ты В такой какой-то Психологии должен Уже внедряться И залазить Как руководитель Потому что без этого Ну ты уже не можешь управлять Вот я себя чувствую Недоучкой каким-то Если честно В менеджерском образовании Потому что мне не хватает Вот этих психологических знаний Психологии уже Как он сработает С этим человеком Владимир, я бы вас слушала и слушала Давайте дадим слово сейчас Светлане Извините Нет, на самом деле Я вот просто сейчас Так как мячиком Не подряд Да, а так вот целево Светланы Так мы вернем Но вовремя Светлана, у вас же ситуация Подобная, да? Может быть что-то добавить И ваш опыт Учить нужно И затачивать так Как Этого хотим мы То есть правильно У нас нет Печатной версии И не будет И она нам не нужна У нас требуется Боже сказать таким словом Всеобучабельность То есть вот Я так же, как и Володя Езжу вот Где только можно Позаимствовать какой-то опыт И постоянно Выталкиваю иногда Своих журналистов Потому что А кто писать будет? Если один человек Пишет на регион Он должен Тем не менее Иметь у себя там В кейсе Какие-то материалы Чтобы оставить На это время Если у нас Журналист уходит В отпуск На две недели Он на каждый день Должен оставить Все равно Что-то Что не позволило бы Закрыть его регион Потому что Оперативные новости Будут делать другие Авторы Которые работают В это время И тем не менее Я тоже могу Похвалиться И сказать Что мы заработали В этом году Выиграли два диплома На самом престижном Нашем конкурсе Журналисткам Вольное слово И то что мы Не отдали их Кому-нибудь Солиданности Или нашей А вообще Честно так сказать Что было у нас Три школы Из каждой школы Поступало Ну там Минимум Пять человек Пять Шесть человек Поступали В институт Журналистики То есть Они были Совершенно Способны И говорили Мне потом Нам нечего Делать На первом курсе Там Мы все знаем Мы только К вам вернемся работать Но естественно Из этих 15 человек Те кто попадают В столицу Увы К сожалению Они уже Можно сказать Не наши Один парень Просто Есть такой Что вот он Работает как фрилансер И с таким удовольствием Пишет Он Смак от этого Отрымливая Таким Ну таких Хлопец Удатный Несмотря на то Что он также Работает на одном Из национальных порталов Ему важно Что здесь Его осталась Целевая аудитория Здесь его Друзья Здесь его родители При посещаемости Например По итогам Августа У нас было Свыше 19 Тысяч посещений В сутки Вот Повторю Что работает Все-таки Три человека Это очень мало И сегодня Я согласна Вот То есть Людям Которые говорят Что нужно Инвестировать В кадры Нужно их привлекать Я готова Обучать Молодых Такими Какими Я их хочу Видеть Вот сегодня Мне очень понравилась Классная идея Пресс-кафе Когда ты Приглашаешь Там людей Учишь Сделать Научишь Смонтировать Его ролик А он тебе придет Вы привлекаете Их обучение Абсолютно Абсолютно Я за то Чтобы учиться Потому что У нас Таких возможностей Очень много И благодаря БАШ И благодаря Пресс-клубу Мы можем Постичь Не просто Азы журналистики Мы можем Совершенствоваться Расти Ну а то Чтобы удержать Кадры Ну знаете Я понимаю Что когда мы говорим С коллегами из Минска Они спрашивают Ну как там у тебя там На Тутбай Так я уже не на Тутбай Я там уже на солидарности В следующий раз Приезжаешь Там общаешься с ним А я уже там Не в солидарности Я уже в онлайне Вот это да Возможно Вот как вы говорите Это поиск карьеры Денег Смены деятельности Но у нас Просто вот люди Они преданные Они Приверженцы Своего ресурса Я человек амбициозный Могу сказать Что для меня Например Была бы травма Если бы Вот в своем регионе У нас есть Государственная Есть не государственная Газета И кто-то бы Например Вот сменил Свой ресурс А мы же понимаем Что наши журналисты Знают Наши фишки Наши тайны Вот однажды Я говорю Александру С девочкой была На тренинге Говорю Такая хорошая девочка Он говорит Она уже не у нас Она уже в государственной газете То есть Вот такие вещи Конечно Они Не знаю Как у кого Но на мне Да Отражаются Но Слава богу Такого еще не было Чтобы удержать Знаете Вот ребята Сами предложили Такую идею Допустим Когда мы подводим Какие-то Итоги За месяц Мы встречаемся Съезжаемся Это кроме Конечно Тех Онлайн Конференций Из чатов Скайпов Когда мы голосуем За лучший материал Месяца То есть Каждый может предложить Какой-то свой материал И получать Какие-то фишки То есть Важно Получать Оценку Не только На уровне Среди Всех СМИ Но и также В своей редакции В своем коллективе А я сейчас Хотела бы Как раз Слово Михаилу Передать Чтобы он Рассказал О своем Опыте Обучения Скажем так Кадров Опыт уникальный Правда Ну я не скажу Что он уникальный Я ли просто Во время обеда Про это рассказал Мне понравилось И понравилось Что у меня Ничего не получилось Так-то Она добрый человек Но велела Сперва рассказать Про это А потом Про то Про то Как не получилось Насмотревшись На опыт Аутопресс Кто-то здесь Да Из вас есть Юрий Пургин Отдельный привет Значит Три года Возглавлял я В провинциальном Мелитополе В частном вузе Кафедру Издательского дела Вот Ребенок Не закричал Вот Коротко О бессмысленной Реанимации Я Я условился С ректором Который мой приятель И у которого Моя трудовая книжка И раньше Собственно Лежала Потому что Ему надо было В штате Кандидата в науку А мне это В общем-то Все равно Вот Что я Обеспечиваю Во-первых Я сказал Что никакой Журналистики А именно Издательское дело Ну Журналистика Это часть Издательского дела Во-вторых Я обеспечиваю Профильные дисциплины Практику И трудоустройство Лучше Всякая бумага Ранее Это не мое Устраивает Хорошо Хорошо Сразу Столкнулся С несколькими Проблемами Первая проблема Поскольку Вуз частный Лучшие дети Поступили на бюджет Нам достаются Даже не всегда Лучшие Из худших С другой стороны Выгнать их нельзя Потому что Они платят За обучение И Да Дальше Половина Дисциплин На мой взгляд Абсолютно Лишняя Но есть Государственный Стандарт Следующее Мы Учим Чему-то Как нам Кажется Правильному А рядом Преподаватели Ненужных дисциплин Беру с них взятки За Понятно что Я говорю Ректор Вожь Это что-то С этим надо делать Он говорит Скажи что Я говорю Расстреливать Не пробовал Вот Ну как-то Ну да Ну а что же делать Надо Конечно Че ж тут Жалеть Зачем же Вот Но когда я Поставил В этом эксперименте Точку Первый набор Был самый лучший Дальше только Ухудшалось Две лучшие Девочки У меня тогда Была И Школьная Газета И студенческая Ну как при советской власти Там юные ленинец Пионерская Правда Вот Провел через школьную Газету Через студенческую Газету Вот заканчивают Они третий курс Пора их взрослую Переводить Они приходят Спасибо Михаилу Владимировичу Мы в Киев И естественно Не потерялись Я сам себя спросил Навар с этих яиц Нет Навара с этих яиц Время теряется Про зарплату Вообще не говорю Мы условились так Что я это в руки Брать бы Это унизительно Староста брала И относила моему секретарю На чай, на кофе Вот Все Закончилась тема То есть Молодых готовить Абсолютно Бессмысленно Это Напрасная Потеря сил Времени Вот Как сейчас Я и мы Строим Кадровый политик Ну Во-первых Как справедливо Отмечал Марио Пьюза Дон в основном Удалился от дел То есть Я назначаю Директоров И главного редактора Точка Мой опыт Директора Самые хорошие Получаются Из Бухгалтеров Которые умеют Считать Которые Без бухгалтеров Все видят И Для директоров Важно Уметь Быть Кризисменеджерами И любить Много зарабатывать Директора У меня На прогрессивном проценте Они зарабатывают Очень хорошо Главный редактор Там стимул Совершенно другой Самое выражение У нее Стабильно Высокая Заработная плата Точка Остальные вопросы Не мы Но Я надеюсь Что мне удалось Создать Определенную Все таки Среду Которая Работает Безотносительно К тому Что Дон В основном Удалился от дел Как мы Работаем с кадрами Совсем молодых Брать Бессмысленно Стараемся Брать С высшим Образованием Скорее 25-30 Может быть 35 Чтобы по возможности Были якоря Здесь на месте То ли семья То ли кто-то еще Чтобы они Не сразу уехали Дальше Индивидуальный подход Но опять таки Понимать Что на самом деле Золотой кадр Это топ-менеджер Вот топ-менеджеру Я могу и кредит Большой дать Под минимальный процент Без процентных Уже больше не дают Потому что Это неправильно Это развращает Но под минимальный процент Да Вот все остальные Да Потери возможны Да Они всегда будут Кстати Не знаю как у вас В Украине Сейчас две Очень неприятных Тенденции Которые Одна Может быть Прекратится Одна будет Только нарастать Если раньше У нас был Отток кадров Главным образом На Россию То теперь В большей степени На Европу Через Польшу И дальше 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 И это всех Без исключения Кадров И это не изменится Будет только хуже А второе Сейчас я столкнулся У меня ушли Две сотрудницы Но я говорю Все равно у меня Да Корректоры Одна из журналистов Всегда у нас Были зарплаты Сравнительно Более высокие И по территории И по отрасли Сейчас В связи с тем Что Украина Вступила В период Нон-стоп Выбора Правительство Повышает Зарплаты Бюджетникам Абсолютно Безумно За счет Инфляционных Процессов Сейчас Учитель школы Стал получать Больше Чем Мой Средний Работник А у меня Много Людей С Педагогическим Образованием Они возвращаются Назад Так что Журналисты Уходят В учителя В Украине Ну Да 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 Вот И я абсолютно С Владимиром Согласен Что Проекты Строятся Вокруг Человека Вот Последний Пример Мы осознали Ну как Мы и раньше Это понимали Но вот В частности На очередной Стратегической Сессии Мы осознали Что Да Типография Есть Но из двух Машин работает Одна И вторая Уже в ряде Заработает А там Большие площади Хороший Заход Электроэнергии В Украине Это огромная Проблема Коррумпированный Рынок Электроэнергии Вот То есть Сейчас мы Планируем Развернуть Там производство Метизов Ничего общего Не имеется С медиа Но с другой стороны А торговля Школьными Учебниками Там Или констоварами То же самое На этом мы Просто будем Зарабатывать деньги Так вот Все крутится Вокруг топ-менеджера Найдем топ-менеджера Найдем деньги Все будет хорошо Я так понимаю Для вас Незаменимые Только топ-менеджеры Да Но они тоже Заменимые Но как вам сказать Вот двух Редакторов По моей Инициативе Мы расстались Хотя один из них Был мой близкий Школьный товарищ Ну По разным причинам Оба Они успели Поработать Руководителями Коммунального Телевидения Они не потерялись То есть На самом деле Как он же Кстати говорил У него была хорошая Присказка Незаменимыми людьми Полны все Кладбища планеты Вот Мы все Когда-нибудь умрем Жизнь будет продолжаться Но топ-менеджера Это золотой фон Все остальные Ну да Да Я хотела бы Бороться не вижу смысла Спасибо За признание Я хотела бы Передать микрофон Сергею Сергей У вас Как раз Система В редакции Не вертикальная Люди Уходят Ну у нас Да У нас система Не вертикальная Система горизонтальная Проблема нашей системы И Очень большой плюс Что у нас есть Как бы костяк Да То есть Топ-менеджеры Так называемые То есть Это люди Которые работают Ну вот мы Втроем Я Мои коллеги Ирина Микола То есть мы Втроем Занимаемся Одним и тем же делом С 2001 года То есть 17 лет мы вместе И как бы Вот эти проекты Мы делаем По большому счету Все проекты Крутятся Ну вокруг нас И это Очень хорошо Потому что Ну в какой-то момент Если какая-то там Проблема начинается То ты можешь Закрывать с собой Да Тему какие-то И лакуны Но с другой стороны В этом очень большая проблема Потому что Здоровья тоже не хватает И здоровья не вечно Ну то есть Мы Один проект мы оставили Просто потому Отдали Который называется 34 магнет Потому что сказали Ну смешно 34-летнему человеку Заниматься Молодежным проектом Который называется 34 магнет Вот Исполнится нам Около традиционное Мы отдадим Так оно и получилось То есть Он там занимает Сейчас как бы Живет своей жизнью И так далее Мы отдали все права Там и прочее И в этом да Проблема Мне в общем-то Понравилась Тема Я думаю Что я такую тоже Придерживаюсь Мнения Что Топ-менеджмент Это золотой фонд То есть Не будет руководителя Толкового Либо Если вы не будете Задерживать людей То Ну толковых именно То это как бы Чревато очень сильно У нас Разные способы Но для меня Как бы Тоже очень важно Чтобы люди То есть я всегда Придерживаюсь Пытаюсь придерживаться По крайней мере Такого Чтобы люди Которые приходят к нам Они чему-то учились Но опять же Есть небезызвестная Топ-менеджер Галина Малишевская Которая тоже Очень четко сказала И я знаю Тоже на рынке Такая ходит Как поголоска Такой слух Анекдот А вот Галя Малишевская Говорит Что допустим Когда сотрудник Куда-то Собирается Ехать на учебу И просит у редактора Там о редакции денег Денег давать нельзя И все такие Как так Надо же как бы Стимулировать людей И так далее А Галина Малишевская Считает А за ней Топ-менеджмент Белорусский медиа Подтягивается Типа Нет, друзья Если вы хотите развиваться You're welcome Пожалуйста Самостоятельно Мы даем условия Мы даем Какие-то возможности И так далее Ну вот у нас Я так понимаю Что из-за этого Я тоже был приглашен Есть отличный пример Как молодой человек Менеджер Очень хороший Очень талантливый Прямо вот от Бога Талантливый рекламный менеджер Он учился 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 То есть уже в какой-то момент Было понятно Что ни к чему хорошему Этого учеба До нас не приведет И в итоге Он пробился на Школу небезызвестного Российского издания Пробился Прямо С четвертого раза Ну да И в итоге Он Там я уже не знаю Что он там с ними сделал Но типа Вот в Медузе Он с этого там Месяца вот работает В отделе рекламы Да То есть для нас Это конечно Так себе утешение Ну там Что Медуза Ну то есть для меня Что Тутбай Что Медуза Там что Оригинальная газета Все без разницы Но как бы Я на самом деле С одной стороны По-человечески Чисто я считаю Что это очень круто Когда как бы Люди уходят От вас И уходят Как бы растут Да То есть ну ты понимаешь Что как бы Ты как минимум Человеку жизнь не испортил Ну вот смотри Он разделял Ваши ценности Менеджер? Да Максим Да Он разделял Целиком полностью Он был Более того Он был И есть Я надеюсь Как это называется Одним из апостолов Нашего духа То есть мы такими уже Через 7 лет Вот уставшие такие Мы не такие А он вот такой был Ну и есть Опять же Для него это тоже нормально То есть тут другой момент Еще интересный По поводу мобильности И по поводу того Как люди меняют Вообще свои отношения То есть мне кажется Это тоже нужно четко Очень понимать Что во-первых Есть очень большая проблема Мне кажется Это мое исключительное мнение По поводу того Что действительно Ситуация изменилась В медиа Таким кардинальным образом Что человек Который приходит Просто приходит в медиа Даже без образования Он уже знает Как вызовы Он уже знает Свои возможности Он уже технически Может быть Больше тебя подкован И лучше подкован И в общем-то Человек Это знаете Как ребенок Который знает Конвенцию о правах детей То есть Когда ты только Попытаешься Открыть дверь в детскую Не постучав Ты можешь нарваться На большие неприятности Да То же самое Вот как бы С молодым поколением Журналистов Это очень большая проблема Она всегда была То есть нельзя говорить Что ее никогда не было Она всегда была Но сейчас она возможно Так для нас Обострилась Потому что кажется Что Слушай Ну хватит уже На рожон лезть Да Ты знаешь Свои права А значит Это друг мою Свои обязанности Очень часто Нет Не знаю Но опять же Ну вот Окей Вот такая Как бы Ну и это Мне кажется Она с одной стороны Поколенческая штука Да Типа Обнаглевшая С другой стороны Наоборот Это хорошо Потому что Как бы Ну эти тормоза Снимаются И очень многие Ступеньки Ненужные Они могут быть Перескачены Перескочены Да Их можно перескочить И действительно Там человек Через год Может стать Ну руководителем Рейтарса И мы Куча вообще Примеров Когда Люди Молодые Да 25-летние Становятся Очень хорошими Менеджерами У них есть Свои Как бы Понятно К чему Это может привести Мы тоже Это прекрасно знаем Но слушайте Ну мне тоже Когда было 22 года Меня поставили Главным редактором Ну окей Никто не умер Я надеюсь Ну то есть Тут такое Вообще Как бы Да Жалко Что Максим ушел Давайте поставим Тотчик Да Я хотела бы Передать Михаилу Есть реплика Если можно Да Два слова Реплика Вот в отношении Уходящих Я как-то Привел Может не Оптимальный Пример Двух Редакторов Я попросил Но с другой стороны От нас Уходили люди В Киев Скажем И наготовила По Лиге Это классный портал На мой взгляд Лучший в Украине Но Женя Рыбка Который создавал Его Редакционную часть Это В значительной мере Мой воспитанник Которого я готовил На свое место Но он ушел Но ушел По-хорошему И таких Тоже немало И во-первых Надо радоваться За них Искренне радоваться Во-вторых Я всегда Пытаюсь людям Говорить Уходя Допускай Возможность вернуться То есть Уходи по-человечески Вот сейчас Наш ведущий Сотрудник Дизайна дела Он вернулся К нам Уже Второй раз И мы уже Кредиты Дали Серега Вот три раза Уже остановись Уже надо понять Что Твоя работа Здесь Вот И опять-таки Чтобы не сложилось Впечатление Что у нас Огромная текучка И мне на это Наплевать Она не огромная Вот уже Наверное Человек 10 Которые Больше 20 лет Со мной работают Человек 30 Больше 10 лет То есть У нас есть Стабильная основа Но при этом Надо понимать Что Люди Не крепостные У всех Могут быть Свои резоны И расставаться Надо по-хорошему И тогда Либо будут Хорошие отношения Либо возможен Возврат Спасибо большое За реплику Я передаю микрофон Олесе Манцевичу Что У вас В региональной Знаем У вас там Кадры Куются Да у нас Шопу Александр Манцевич Главный редактор Региональной газеты Город Молодечна Нашему бумажному Зданию 23 Нашего года Да Почему Да Почему Алис Прошу Нету Насте Потому что Настя как раз Ушла Из региональной газеты Настя знает Настя знает Почему Я не буду Настя знает Ну я немножко Для всех 23 года Нашей газете И сайт У нас Уже давно Ну как Постоянно Обновляется Обновляется Работает сегодня Всего 7 человек У нас В лучшие времена 11 Было Из них Трое журналистов И все Ну иногда Я пишу Бывает Спасибо Что нас сравнили С медузой Вот Я на Светина На Ту историю Которую Света вспомнила А куда ушла Наша хорошая Журналистка Ушла она В государственную Газету Не ушла Она в государственную Газету Здесь вот Вопрос Почему Уходят Почему Уходят Кадры И то что Михаил говорил Некоторые Некоторые кадры Мы просто Увольняем Потому что По разным причинам С ними Не можно Работать Вопрос Лучший Он звучит Вопрос Да Я пропустил Одно слово Лучшие Почему уходят Лучшие кадры А почему уходят Лучшие кадры Потому что Они лучшие Поэтому они Поэтому они И уходят Они Мы Местные издания Региональные издания Журналист Который лучший Журналист Он журналист С амбициями И И он уйдет Вероятнее всего Ну там Есть обстоятельства Которые могут Остановить Можно ли их удержать И как Ну Большинство Удержать Нельзя Нельзя их удержать И мы вот С этим Когда мы с этим Согласились Что их Не удержать Нам как-то Стало спокойнее Мы поняли Свою миссию Мы поняли Что мы Школа Кузница Кузница кадров Минск 70 километров От нас Каждое утро Можешь Можешь не менять Место жительства И ты там И ты в Минске Когда Настя К нам пришла Работать Сразу после школы Мы не можем Мы Мы не можем Найти людей С высшим образованием Которые бы захотели Пробовать себя В журналистике Поэтому мы Брали школьников Брали школьников После определенной Подготовки Тоже Это здесь разговор О школке журналистов О школке у нас Она с самого начала Газеты Была у нас В разных формах Потом нам БАШ помог Систематизировать Эту работу И Когда Настя К нам пришла Для нас Было сразу ясно И мы это поняли И мы с Настей Про это говорили Что Мы промежуточный Этап для Насти Но мы дали ей Возможность Реализоваться у нас Насколько это было возможно Мы знали Что она уйдет Так Настя Об этом Ну Настя оставила у нас Очень много То есть Она развивалась Вместе с газетой Она Привносила новые идеи Некоторые из этих идей И сегодня Реализуются Но когда Пришло время уходить Пришло время и уходить И мне не стыдно Что вот И Настя Работает И Настю знают В Минске И Другие наши журналисты Не буду перечислять Очень Очень многие Стали классными журналистами Некоторые правда Стали пропагандистами На государственных телеканалах Ну это Нам стыдно Что мы Вот так вот Ну пока Вероятно Огни большого города Их никто еще Не потушил До тех пор До тех пор Местные здания Особенно те Которые находятся Недалеко от столицы Они будут Оставаться Кузницей Каб Кузницей Каб Для национальных СМИ Ну Кузницей хорош Ну надо стараться быть Кузницей Хороших кадров Может Настя На это смотрит Как-то по-иному Вот я бы ей Микрофон А давайте сейчас Мы реплику возьмем У Сергея Сахарова Да Знаете я слушаю И я себя словил На мысль Блин я же забыл Такую штуку Интересную Я просто Действительно читал Что Вот то что мы говорим То что мы Кузницам Всем хочется То есть Давайте положим Руку на сердце Всем хочется думать Что они Кузница кадров Друзья Мы не кузница кадров Место работы Во первых То что мы Место работы В идеале Диландливых людей Это да Это 100% Но самое смешное Знаете что Давайте подумаем Мы вот говорим Ну поскольку Белорусы превалируют Мы говорим Я слышу от регионалов Регионалы говорят Огни большого Минска Я такой сижу Огни большой Москвы В Москве Я вас уверяю Сидят и думают Огни большого Нью-Йорка В Нью-Йорке Давайте просто подумаем Куда человеку В Бостон может быть В Чикаго В Вашингтон Или вообще Может быть Он пойдет В Кливленд Работать Ну то есть Фактически Когда мы так говорим Мы с одной стороны Опять же И я сам себя так оправдываю Что типа Ну вот мы наверное воспитали Но нет На самом деле Человек просто идет И ищет действительно лучшее И мы как бы по хорошему Опять же Я так сижу сейчас и думаю По хорошему Мы просто должны Человеку создать Согласно Трудовому законодательству Республики Беларуси Других стран мира Достойные условия работы А Б Передать опыт С Может быть еще Для наших Наверное Экосистем Да журналистских Важно Чтобы все-таки Мы задумывались о том Что куда кадр Вот мы его Типа выращиваем Да Но в идеале Мы таким образом Улучшаем вообще Общее состояние Как бы бизнеса Да Вот медиарынка точнее То есть Окей Давайте просто Растить хорошие кадры Или просто людям Создавать такие условия Чтобы они Жили Развивались И уже дальше Сами выбирали Либо в Нью-Йорк ехать Либо из Нью-Йорка Еще куда-то И У меня Вот как Опять же Я так сам себе говорю Да Мы вырастили кадры Вот многие пошли Туда-сюда Пятая Десятая Но в первую очередь Это конечно обида То есть Ну блин Какого-то ушел А если еще Вот как в нашем случае Я могу тоже вспомнить У нас девочка взяла Вот Знаете Работала два года с нами Все выведала Все подчистую В один момент сказал Я увольняюсь Я спрашиваю А когда же ты идешь А вот надо куда Ну ты же смотри Не делай только Конкурентности дома Нет-нет-нет Не сделаю Мне про деньги дала И все А через полгода Я смотрю И у нас конкурент Ну и ты такой вот Ходишь еще месяца три Под полным впечатлением То что Как же тебя обломали Как же тебя обманули И как же Как же она негодяйка Ну а С другой стороны Есть же конкретные случаи Да Человек просто боялся мне сказать Ну то есть Что я буду делать вам Конкурентное издание Если бы она так сказала Я не знаю Как бы среагировал Ну вряд ли Вряд ли как-то эмоционально Эмоциональнее Да Чем сейчас Ну и класс Ну то есть Человек ушел По большому счету Сделал нам конкурента Да Мы посмотрели Стали чуть-чуть сильнее Благодаря ей Потому что она действительно Очень многое внесла В журнал Наш И благодаря тому Что она ушла И стала делать Конкуренцию нам Мы тоже стали сильнее В этом смысле Ну и классно А поедем дальше В Москву В Харьков В Киев Опять же тот же Вашингтон Я просто Почему это все говорю Я просто вспомнил Кейс Что кто-то из редакторов Типа Нью-Йорк Таймс Или Вашингтон Таймс Жаловался на те же самые вещи Мы растим Мы выращиваем А потом они уходят Подлецы Нет не подлецы Просто обычные люди Мы сами бы так сделали Если бы мы не были хозяевами Нет? А можно и отмечать? Но я же говорил О том же И мы спокойно Выращиваем эти кадры Мы поняли эту ситуацию Мы не обижаемся И по-человечески расстаемся Мы понимаем эту ситуацию И она не становится Для нас неожиданной И то, что завтра Еще кто-то уйдет Ну, а надо работать И мы работаем Спокойно Спокойно И я позволю себе так добавить Я там слово пропускал одно Да? Не хотел говорить Но по большому счету Я... Сказал все потом Я начинаю манипулировать Вот Понимая вот эти смыслы Про которые я вам пытался Рассказать Да? Когда с человеком общаешься Ты находишь его смысл Работы И ты начинаешь им манипулировать Потихоньку Да? И я тоже согласен Серьезным Что мы ничего не растим Мы нормально По большому счету И не воспитываем Да? Мы манипулируем людьми Мы создаем им возможности Для развития Для совершенства Для профессионального Но мы манипулируем Мы сегодня К своей корыстной цели Преследуем Манипулируем Этими людьми Вот слово манипуляция У меня тогда было Но я думала Обижу журналистов Которые себя скажут Ну смотри какой наниматель Вот он там сидит Да? Вот Но по большому счету Вот Мы ими манипулируем Мы решаем свои корыстные задачи Манипулируя ими Да? Манипулируя В хорошем смысле Манипулируя Мы создаем им условия Понимая смыслы Их работы Да? И поэтому я говорю Когда они уходят Я рад Ну рад за него За человека Значит вот Мы его использовали По полной там Да? Вот В какой-то мере Надеялись большего эффекта От него получить Потому что он уже вырос До того уровня Когда эффект его должен был Значительно больший быть Для нас Но Мы взяли свое По большому счету Да? Выросли вместе с ним В какой-то мере Я передаю слово Тому кого поиспользовали Использовали меня О, мой Илья Да Насчет того Нужно ли брать молодых Ну я конечно Я очень благодарна Что меня взяли в газету В штат в 17 лет Это было я думаю Сложным решением Для редакции Поверить Вот взять зеленого Какого-то человека Который в журнастике Вообще ни дня не работал Да? Вот только после школы Никакого жизненного опыта Вообще ничего Но есть желание работать Да? Понимание С другой стороны Я очень благодарна Что мне в свое время Объяснили Что мне не нужно идти На дневное отделение Института журналистики Что в нем нет смысла Потому что я как человек Который Ну такой вот Выдатник Как это по-русски Отличник Отличник Вот у меня был комплекс Такой типа Ну как я без высшего образования Без дневного отделения Бесплатного Хоть я по баллам проходила Вот это для меня было Такой вот В тот момент Где-то в мозгу Что-то переменилось И я поняла Что не это в жизни главное Главное опыт И те люди Которые тебя учат И в журналистике Опыт это самое главное И без опыта Не можешь хоть 5 образований иметь И при этом ничего не писать Никакой ценности Для журналистики не нести То есть тут важно просто Что ты можешь делать Твои идеи Твои желания И амбиции Тоже тут работают на тебя И что я хотела сказать По поводу того Как можно удержать Журналистов Работников Ценных кадров С позиции Тех людей Которых Я видела Да Потому что я с коллегами Очень много общалась С такими же журналистами Да Обычными корреспондентами Тут очень важно Это раз Свобода Потому что если Директор Главный редактор Тиран В плане Он все Зачеркивает Где не принимает Не дает Самореализовываться Это катастрофа Просто у людей Вообще нет никакого Желания работать Им хочется Они приходят Они жалуются Нет реально Мы на некоторых Семинарах Ну Как бы Общались Так вот между собой И мне когда говорят Типа что Блин Да это катастрофа Я просто я прихожу на работу Я умираю Да там все плохие Мне ничего не дают Я думаю Боже Это же как нужно Человека достать Чтобы он вот приезжал И так вот вываливал Это все Ну то есть Это очень плохо И когда человеку Не дают развиваться Когда его Загоняют в рамки Второе Это проблема Как мне кажется Очень многих Белорусских изданий Практически всех Это не умение Делегировать Полномочия Потому что Если у человека Есть амбиции Ему нужно дать что-то Чем он может руководить Куда он может Вкладывать в себя Чтобы ему было интересно И если этого делегирования нет То ждите Что завтра этот человек Уйдет туда Где он сможет Найти человека Который даст ему То в чем он нуждается Он нуждается фактически В каком-то своем Таком ребеночке Который может там нянчить Вкладывать туда Все силы Он будет сидеть С раненой до ночи Он будет и ночами Сидеть работать Потому что Это его Потому что Вот там он кайфует Ему классно И он понимает Что он на что-то влияет Потому что если человек думает Что все равно за меня все решат Что мой голос вообще не имеет никакого значения Но он будет сидеть и думать Ну а зачем мне говорить Вот зачем Вот я знаю Что можно сделать вот так Ну а зачем Потому что никто не прислушается Не всем в принципе все равно То есть если человек понимает Что его слушают Даже если тебе там 18-19-20 лет Но ты понимаешь Что к тебе прислушивается Что твой голос имеет значение У тебя есть желание и мотивация Отдавать больше Думать лучше Думать дальше И поэтому Ну в региональной газете Мне кажется Что я очень много работала У меня осталось такое впечатление Я работала вот от души Не хотелось этим заниматься Это вкладывать И просто да Действительно Когда у тебя еще Ну это опасный период Да у тебя нет семьи У тебя В принципе ты не перевязан К какому-то месту И ты можешь уехать куда-то Да То есть есть такая вот Риск такой Что скорее всего Этот человек уйдет Потому что Ну он дорастет До какого-то момента Когда поймешь Что да Тут классно Это вот моя семья Мне все нравится Все просто здорово Но ты понимаешь Что вот там Ты попадешь В условия Где тебе неудобно И это будет стимулировать Твой рост И это конечно Это определенный риск Потому что ты не знаешь Ты справишься Ты не справишься Но когда ты молодой Ты можешь принять этот вызов И попробовать Тебе не так страшно Когда ты чуть постарше Уже да Уже возникают вопросы А стоит ли? А нужно ли? Вот тут удобно? Тут комфортно? Тут мне хорошо? Поэтому Поэтому самое главное Это создать комфортные условия Потому что Если редакция больше Или там какой-то проект Он более известен Среди читателей Он может быть Внешне смотреться лучше Но если там условия Работы Психологически Некомфортные Это тоже И не значит Что там человек задержится Потому что Гораздо лучше Работать В меньшем медиа Но в очень некомфортной Психологической обстановке Поэтому Нужно работать Просто на то Чтобы была Какая-то вот Общая культура Чтобы всем все нравилось У нас в редакции Нашей Нивы Где я теперь работаю Там я помню На некоторых собеседованиях Наш директор говорит Что Ну к нам люди Переходят и остаются Потому что у нас реально Есть люди Которые работают 4, 6, 8, 10, 20 лет Ну то есть Которые вот пришли И до конца До победы Потому что Ну когда это Большое медиа То действительно Возможно Это будет последней Вот ступенькой Для В карьере журналистов Но тут вопрос Что внутри редакции Все равно Всегда есть желание Развиваться Куда-то расти И тоже на одной позиции Человеку Может становиться скучно Но у нас довольно Много свободы В плане творчества То есть Мы просто Вот поддерживаем Когда люди Что-то предлагают Что-то хотят делать У них есть желание Просто вау Круто Давай вперед Поэтому Ну в этом плане Мы даем свободу И вот я тоже призываю всех Давать максимально свободы Для своих сотрудников Чтобы они могли Привносить свои идеи И что самое главное Эти идеи Потом же Сработают Вам Ответочкой такой Что вы поймете Что вы поймете Что блин Как классно Что мы тогда Его послушали И дали ему возможность Что-то свое сделать Спасибо Спасибо огромное Настя Очень полезно Было послушать Вообще Сторону Да Того Кто уходит Что человек думает То что я для себя Ухватила Мне очень понравилась Твоя идея О том Что И это наверное Все молодые Амбициозные И лучшие Они ищут Выход из зоны комфорта Для собственного развития Это вот то Что наверное Атар назвал Неизвестную тягу К чему-то такому Так это как раз Вот этот Выход из зоны комфорта Чтобы чему-то научиться И еще И я хотела бы Вот что касается Научиться Чему-то Попросить Юлию Слуцкую Скажем так Систематизировать Все мысли Которые прозвучали Сегодня здесь Насчет обучения Кадров Школ И всего остального Мне кажется Что главное Что у нас прозвучало Сегодня И это Я вот сто процентов Разделяю Это ценности Да Для любого Журналистского коллектива Медийного коллектива Ценности Это базовая вещь Да Это Атмосфера Творчества И свободы Это тоже Очень базовая вещь И корпоративная культура Вот наверное Это те три кита Которые позволяют Строить команды Которые Сильны Которые долговечны Которые креативны И так далее Еще я здесь Вот Но тем не менее Огни большого города Никто не отменял И не отменит Надеюсь Да Вот И я конечно Уже Позже Когда не была Сама главным редактором Но я была В любом случае Не в региональном издании Мне было проще Я очень много Сталкивалась Вот с такими Достаточно Трагическими ситуациями Когда видела Региональное издание С крутейшими командами Когда вот Главные редакторы Когда владельцы Вот Типа Олеся Мансевича Совершенно свободно Делегировали Не боялись Делегировать Отдавать команде Вот Руль Да Не все Способны Как бы Это принять Но Да И Даже такие вещи Не спасали Да Вот Они летели Летели дальше Это все нормально Есть ли выход Вот мы как-то Много сегодня Проговорили Важных вещей Но Есть ли выход Мне кажется Что мы его сегодня Тоже проговорили Мы неоднократно Сегодня говорили Про то Что так или иначе Все наши редакции Ну Становятся все-таки Какими-то школами Да Здесь попытались Некоторые отрицать Этот момент Но Вот Я почему-то думаю Что очень важно Иметь Школы при редакциях И еще Мне кажется Что бы я На что бы еще Сделала акцент Это то Чего нам в Беларуси Не хватает Я не знаю Как это происходит На других рынках Но Не хватает Именно Чтобы эти школы Были такие Постоянно действующие И системные Наверное Если бы мы имели Достаточно ресурсов Делать эти школы Вот такими Постоянными Наверное Не было бы Кадровых проблем Вот таких Классных редакций Которые здесь Представляют Вот как Региональная газета Как Энтэкспресс Газета Полесье Я уверена Что не было бы Я тут Напомню вам Наверное Всем вам Известный опыт Немецких коллег В которых Вообще нет Журналистских Факультетов В Германии Там люди Там люди Получают Образование Но при Издательских Домах Есть такие Постоянно Действующие Школы Куда можно Прийти И прокачаться Естественно Те кто могут Позволить себе Делать такие школы Имеют право Первые ночи Отобрать себе Лучшие кадры А все остальные Идут дальше По рынку Ищут себе места И там Где свободный рынок Это хорошо Поэтому я бы Наверное Закончила На такой точке Как на такой Мечте для нас Сделать Корпоративную Культуру Создать Свободную Атмосферу Систему Ценностей Это все В наших руках Наверное В наших руках Начать Все-таки Стремиться Делать Такие Базы На базе Наших Редакций Которые Работали Постоянно Регулярно Системно Наверное Мне кажется Это было бы выходом Спасибо большое Я предлагаю Всем В общем-то Продолжить Обсуждение Дискуссии В свободном Уже формате В свободном Общении Есть у нас Еще время И до фуршета И на самом деле Есть у вас Время проветриться Может быть Больше Поговорить Друг с другом Не хотелось бы Чтобы эта тема Сейчас Как-то Скажем так Растворилась В пространстве Вместе с тем Что панельную дискуссию Мы официально Закончим Потому что Я просто чувствую Что на самом деле Было проговорено Очень много Важных вещей И большое Спасибо всем Кто сейчас Здесь Был Поделился Своим опытом Я для себя Узнала много Нового Не знаю Как наши спикеры Во всяком случае Те, кто в зале Кто что-то узнал Хотя бы одно Поднимите, пожалуйста, руку Большое спасибо Я не одинока Спасибо